МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Парень, которому два года назад вся республика помогала с деньгами на операцию за рубежом, не только пошел на поправку, но и с отличием закончил школу. Наркоконтроль будет не только ловить наркоторговцев, но и лечить наркоманов. О новых функциях службы расскажет ее руководитель Евгений Петров. Была и остается примой. 90 лет исполнилась старейшая актрисе русского драматического театра Надежде Георгиевне Богатой. Уже более 100 жителей юго-востока Украины попросили убежище в Хакасии. За последний месяц цифра выросла в разы. Только на прошлой неделе в миграционную службу обратилось 50 человек. Работа с украинцами все больше выходит для региональных властей на первый план. Приезжим требуется элементарная помощь, включая питание и одежду. Константин Кравцов побывал в Сорске и на его примере готов рассказать о развернутом фронте работ. Абаканская студентка Татьяна Сильченко довольно редко появляется в собственной квартире в Сорске. Разве что время от времени навещает постояльцев. Девушка три недели назад совершенно безвозмездно пустила жить сюда две украинские семьи. Даже за коммуналку платит сама, понимая, откуда деньги у беженцев войны. Прежде всего все мы люди, во-первых, и неизвестно, какая ситуация может у каждого сложиться в жизни. Мне просто элементарно жалко людей. Почему люди должны из всяких военных действий страдать? Дети, люди. Две семьи, Светлана и Андрей из Краснодона, мужчина, кстати, по специальности горняк, а вот Анжелика с двухлетним сыном Сашей бежали из Артемовска. С танков бомбили. Тут те с танками, а наши просто ребята с этими, с автоматами. Там несколько бомб прям упало, там у нас дом был, ну прям край зацепило дома. И там то столб вырвало. Я с работы ехал, за 20 минут я раньше выехал, а за мной ехал УАЗик следом, его расстреляли. Шесть человек насмерть. В Хакасию они попали из лагеря в Волгограде. Республики узнали из интернета. Местные жители обеспечили всем необходимым. Беженцы, похоже, и не думали, что к ним будет столько внимания. Надо в больницу было ехать. И молодцы, это сама поликлиника нас, это мы сдавали анализы. Нам все бесплатно. Вот дают нам машины в Абакан ездить, документы делать. Тоже бесплатно. У малыша Сашки куча игрушек от горожан. Мама Анжелика после оформления документов намерена устроиться на работу. А сына уже ждут в Сорском детсаду. В принципе, собираюсь оставаться здесь. Вообще и гражданство получать, и все, что оставаться в России. Потому что смысл туда будет ехать. Даже если пусть у нас сейчас там все утихнет. Ни работ, ни садиков, ничего, если все бомбят, и школы, и садики. Есть вот теплая, просто женская. Есть вот такая куртка зимы. Они очень любят теплые вещи, потому что пугаются нашей зимы. Местное управление соцзащиты – что-то вроде гуманитарной базы. Горожане несут сюда теплые вещи и другие необходимые предметы быта. На сегодня в Сорск приехало 15 граждан Украины. В их числе трое детей. Помощь оказываем различную во всех направлениях. Начиная от консультации, заканчивая вещами, медикаментами. В аптеке договариваемся насчет всяких средств гигиены, лекарств. Сорский ГОК выделяет вместе с администрацией транспорт для того, чтобы люди смогли съездить в Абакан, оформить там в управление миграционной службы все необходимые документы. Стоит отметить, здесь ждут еще минимум 36 человек до Нового года. Для них выделены места в местном общежитии и профилактории. В целом же, по данным ФМС, в Хакасии на миграционном учете стоит 388 граждан Украины. 104 из них попросили временное убежище. Этот статус позволяет им находиться в России один год, работать и получать медпомощь. Для республики Хакасия установлена такая квота в размере 585 граждан Украины. А в какой период они прибудут? Они должны прибыть с августа до конца года. Власти меж тем призывают население не отказывать в помощи. Эти люди просто мечтают жить дальше, спокойно и без бомбежек. Константин Кравцов, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Добавим по оценкам экспертов, если военные действия не прекратятся, нынешняя ситуация покажется еще цветочками. Как только наступят холода, масштабы гуманитарной катастрофы станут неизмеримо больше. Когда зимой нет тепла, воды и света, людям просто ничего не останется, как переезжать туда, где есть мирная жизнь. Убрать перекупщиков сельхозрынка жестко потребовал в главах Хакасии Виктор Зимин. Новый рынок, открытый как раз год назад, был призван стать местом, где фермеры и крестьяне смогут торговать напрямую без посредников, чтобы покупатели получили свежие, а главное недорогие продукты. Однако в реальности сельхозрынок пока не совсем оправдывает эти ожидания. Олеся Калиниченко продолжит. Елена Толокнова, фермер из села Чапаева, с горечью показывает мешки с пропавшими огурцами. Большая часть нынешнего урожая пошла на корм домашней птицы. Люди, видя на прилавке ровные зеленые овощи, думают, что это дело рук китайских овощеводов. На самом деле в трех небольших теплицах трудится Елена с супругом. Здесь вот у нас нет никаких химикатов, только что. Куриное, утиное удобрение. С реализацией помидоров дела обстоят немного проще. Сибирский томат, выращенный на солнце, в свой срок легко определить по внешнему виду, не говоря уже про вкусовые характеристики. В теплице у Елены несколько сортов помидоров, но предпочтение отдают проверенным бычьим сердцам. Это от бабушки семена. Семена вот эти не покупаем. Вот они. Ну, на первое число августа помидоры были. Если бы у нас в Абакане делали сеньор помидор, ну, наверное, мы бы победили. 2,200. Секрет урожая в регулярном поливе и птичьем помете. Поставщики природного удобрения ходят здесь же неподалеку. Разведение домашней птицы – это еще одно направление фермера Елены. В день ее курицы несут от 90 до 120 яиц. Товар в ячейках не залеживается. Домашнее яйцо на сельхозрынке раскупают за пару часов. Яйцо каждый день идет сборка, каждый день свежее. Яйцо идет чистое. Подстилка меняется в гнездах через каждые 3-4 дня. В этом году Елена выиграла грант Министерства сельского хозяйства на развитие собственного дела. На деньги собирается построить современный птичник и разводить кур мясо-яичных пород. В планах развитие страусиной фермы. При грамотном подходе заморская птица обещает безотходное производство. Продаются не только перо, яйца и мясо. Коготь у них идет на пилки для ногтей. Универсальная птица, да, про нее много, можно сказать. Головной мозг идет на дефицитное лекарство. Также вот на сайте там много есть отзывов. И если только поставить в сайт, что разведение началось с страусов, они готовы высылать свои кейсы замороженные, сразу забирать продукты. Как скоро будут продаваться на сельхозрынке страусиные яйца, сказать сложно. Сегодня для Елены главное реализовать сезонные овощи. Торговлю тормозят страхи перед китайским товаром и слухи о перекупах. Руководство рынка уверяет, привозные овощи на прилавках, конечно, есть, но они служат для полноты ассортимента. И за местные не выдаются. Тем не менее, глава республики на этой неделе напомнил министрам, что продажа беспосредников по разумной цене была и остается главной целью проекта сельхозрынка. На республиканском рынке есть пять перекупщиков, которые мешают сегодня фермерам продать свою продукцию, а зачастую говорят, что вообще невозможно продать. Во вторник мне доклад. Если там кто-то споткнулся, не боюсь этого слова, больше спотыкаться на рынке не будут. Ну, хватит уже издеваться, правда. И надо из рынка кормушку делать. Мы его построили не на частные деньги. Между тем, фермеры Толокнова от идей накормить республику местными качественными овощами отказываться не намерены. Несмотря на трудности реализации, на грядках снова ростки будущего урожая. Пошел это вот свежая роса до огурчика. Клаудин готовится, который до Нового года он должен нас набежать. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия, События недели. Завтра 1 сентября и впервые за парты сядет рекордное число первоклассников – более 7 тысяч. Как рапортуют чиновники, в республике все школы готовы к началу учебного года. В 22 учебных учреждениях отремонтированы теплотрассы и система отопления. Заменены окна. Почти везде есть медкабинеты, а также подготовлены пищеблоки и школьные столовые. Министерство образования уверяет, что и почти все дети обеспечены бесплатными учебниками. Благополучную картину испортил лишь один факт – из-за долгов школы Багратского района едва не остались без света. Как только энергетики начали отключение зданий на этой неделе, местные власти срочно нашли требуемые деньги. Так что день знаний для багратских детишек испорчен не будет. 1 сентября один из выпускников Абакана пойдет в университет. И для него этот день будет более особенным, чем для других ребят. Речь идет о Диме Туниекове. Вся республика узнала о нем два года назад, когда мальчик получил тяжелейшую травму, из-за которой он мог остаться инвалидом на всю жизнь. Деньги на операцию ему собирали всем миром, для чего провели два благотворительных концерта. И все эти усилия оказались не напрасны. О том, на какое чудо способен сильный духом человек, смотрите далее. Попробуй сам потянуть. Пока пальцы не слушаются до конца, но скоро Дима Туниеков сможет сам доставать свою медаль за отличное окончание школы. То, что парень, на год выпавший из нормальной жизни, сможет все наверстать, успешно сдать ЕГЭ и даже поступить в университет, кажется нереальным. Но вот он перед нами, человек, идущий наперекор страшному диагнозу и обреченному будущему. У него все будет по-другому. Уже не чувствую никакого-нибудь усимленности, свободно, как раньше, считаю. Почти. А ведь еще в прошлом году Дима был прикован к постели. Врачи поднимали его в специальном медицинском костюме. Роковую травму, перелом шейного позвонка он получил на тренировке. Врачи говорили, в таких случаях к нормальной жизни возвращаются единицы. Но надежда умирает последней. И семья Димы до последнего собирала деньги на операции за рубежом. Лечение в Китае и Германии оказалось успешным. За это семья Туниековых благодарит всех, кто помог им в трудную минуту. Начиная от главы Хакасии и меценатов и заканчивая теми жителями республики, кто перечислил средства на благотворительный счет. Низкий вам всем поклон. Мы будем стараться, Дима будет стараться. Я думаю, все, что было направлено, все, кто помогал, это все мы оправдаем. Помощь семье была необходима и по возвращении домой. Учителя специально занимались с Димой, чтобы он все-таки закончил школу. Его друзья и одноклассники поддерживали морально. В общем, случившееся несчастье помогло Туниековым понять, как много вокруг неравнодушных и хороших людей и как важно ценить то, что имеешь. Сейчас нас ничто не может остановить. Никакая жизненная мелочь для нас это не помеха. То есть после того, что мы прошли, это уже для нас все мелочи жизни. Мы сейчас идем только вперед, только вперед, чтобы он, наш сын, поправился, получил высшее образование и все свои проекты, которые он планирует, чтобы они все были осуществлены. Начинают самостоятельность жизни, нужно будет воплощать свои цели, реабилитироваться, учиться, чтобы закончить вуз и получить диплом, образование выше и максимально восстановить себя. Сейчас Дима готовится к переезду в Красноярск. Он стал студентом Сибирского федерального университета по специальности прикладная информатика. Учиться он будет наравне с обычными студентами, а для передвижения ему предоставят помощника. Но в будущем, надеется Дима, посторонняя помощь ему не понадобится. Встать на ноги – задача минимум. Задача максимум станет понятна по окончании учебы. А сейчас о новой инициативе главы Хакасии. В республике создан фонд развития Хакасии, который призван помочь с открытием новых производств. Где фонд будет брать деньги и кто может на них рассчитывать? Моей коллеге Наталье Чудиной рассказал директор организации Владимир Иванов. По инициативе главы республики ваш фонд был сформирован буквально только что. Расскажите, для чего он создан? По инициативе главы республики Хакасия был создан фонд развития республики для того, чтобы реализовывать крупномасштабные проекты на территории муниципальных образований. Проекты инвестиционной направленности, поэтому будут они у нас реализовываться, на условиях государственно-частного партнерства. Как именно это будет происходить? Ну вот буквально сегодня прошло совещание у главы, и первыми проектами, которыми будет заниматься фонд развития республики Хакасия, являются туристко-рекреационные кластеры на территории республики. Мы будем пытаться входить в федеральную целевую программу на софинансирование. Одним из проектов является реализация проекта Абакан-Сити. На территории города Абакана. А что это за проект, если не секрет? Это проект создания административно-делового центра для приезжающих в столицу нашей республики. У нас много есть организаций по поддержке предпринимательства и выдают гранты. Вот расскажите, в чем отличие вот этого фонда от работы других подобных организаций? Не очень крупные проекты. То есть если мы говорим о грантовой поддержке, это проекты до 300 тысяч рублей. Если какая-то другая форма поддержки, такие как, например, субсидированные, там суммы доходят до 3 миллионов рублей. В нашем случае проекты, которые будут реализовываться, они достигают десятков миллионов рублей, иногда даже и миллиардов. То есть наша задача заниматься реализацией крупномасштабных проектов минимально от 50 миллионов рублей. Сейчас одним из вопросов у нас есть брендирование товаров, которые будут производиться в республике Хакасия. Уже, наверное, несколько дней об этом говорят. Это так называемые бренды «Хакасская баранина». То есть это те проекты, которыми также будет заниматься наша организация. Откуда будут поступать деньги в фонд? Деньги на условия государственно-частного партнерства мы будем привлекать в первую очередь, конечно, от инвесторов. Второй момент – это финансирование через институты развития, которые существуют в Российской Федерации. То есть это, возможно, бюджетные средства, средства, которые выделяются на целевые программы. То есть это, в первую очередь, наверное, федеральный бюджет. Ну и, еще раз повторюсь, инвесторы, которые будут приходить для реализации коммерческих проектов. Ну, фонд – дело добровольное все-таки, да? Не боитесь, что денег может в какой-то момент не хватить? Не боюсь. Почему? Ну, я с уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день есть желающие для реализации проектов. Хакасия в этом деле первопроходец. У нас впервые создается в Российской Федерации такой фонд. И, все-таки, на опыт каких организаций вы будете опираться в его работе? Во многих регионах Российской Федерации существуют организации, которые занимаются инвестициями. Но в той или иной ключе наша организация, конечно, будет первопроходцем и для республики, в частности, и для Сибирского округа. Потому что глава говорил о том, что мы будем здесь первыми. Опыт, конечно, в регионах имеется. В первую очередь, это, конечно, Татарстан, Калуга. Его мы очень хорошо изучили. Поэтому, я думаю, те ошибки, которые были допущены в тех структурах, допускать здесь не будем. Ну, на создание нашего фонда обратил внимание даже Дмитрий Медведев, говорят, да? Ну, да. То есть, сейчас вы должны отработать так, чтобы на вас в следующий раз опирались? Я думаю, что если мы покажем хорошие результаты, а мы покажем, конечно, хорошие результаты, деятельность нашего фонда будут клонировать другие регионы. Для простого человека фонд – это некая организация, зачастую общественная, и как бы не имеет весомой силы. Вот кто стоит за нашим фондом, на чью вы поддержку собираетесь опираться? Учредителями фонда, в первую очередь, является правительство Республики Хакасия. Поэтому, я считаю, что всесторонняя поддержка главы Республики обеспечена как раз тем, что фонд создавал правительство. Спасибо большое тогда, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрители, я напомню, что сегодня в гостях у меня был Владимир Иванов, директор некоммерческой организации «Фонд развития Республики Хакасия». Сегодня в гостях нашей студии начальник управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Хакасии, полковник полиции Евгений Петров. Здравствуйте, Евгений Викторович. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи касается расширения полномочий вашей службы. Вот, поясните, пожалуйста, в чем их суть? Указом президента Российской Федерации номер 507 от 10 июля 2014 года расширены полномочия органов наркоконтроля именно в части обеспечения координации усилий Министерства ведомства в связи реабилитации и социализации наркозависимых лиц. Чем продиктована необходимость наделения органов наркоконтроля вот дополнительными функциями? Давно уже назрела необходимость координации усилий всех Министерств и ведомств именно в данном направлении в связи с тем, что у нас в стране до 2014 года предусматривалось только добровольное лечение и, соответственно, потом ресоциализация, то есть попытка лица, ранее употреблявшего наркотики, вернуться в социум, да, заняться какой-то трудовой деятельностью, да, это очень, на самом деле, сложно сделать в связи с тем, что даже если лицо прошло медицинскую реабилитацию где-нибудь в наркодиспансере, да, в стационаре, то потом, после лечения, эти лица всегда возвращаются в тот же круг общения и наступают, в общем, на те же грабли. Все возвращается на круги свои. Все возвращается, да, на круги свои. То есть сейчас государственная политика будет выстраиваться таким образом, чтобы после медицинской реабилитации проходила ресоциализация. То есть это будет создана система реабилитационных центров, государственных реабилитационных центров, в которых вот эти вот ранешние наркоманы будут находиться определенный период времени, вот полугода и более. Но насколько велика потребность вот в Хакасии в таком реабилитационном центре? В Хакасии, как и остальные субъекты Российской Федерации, тоже не осталась в стороне от проблемы наркомании. На сегодняшний день 227, официально у нас 227 наркозависимых на 100 тысяч населения в республике Хакасия. Это, я вам скажу, что это не очень низкий показатель, да, есть и ниже по России, есть и выше по России. То есть это такой средний показатель, да, для Российской Федерации. То есть с этим, естественно, для республики актуальна эта проблема и вопрос открытый на сегодняшний день, да, и центры такие необходимые. Что будет сделано у нас в республике, вот, чтобы реализовать этот указ? Во-первых, что сделано на федеральном уровне, то есть, помимо вот этого указа, да, внесены ряд дополнений и изменений в уголовный кодекс, в кодекс об административных правонарушениях, где предусмотрено теперь, так сказать, дополнительной ответственности наложение на лицо, уличенное в незаконном потреблении наркотиков, либо совершившее ряд определенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, да, дополнительная обязанность по лечению, прохождению лечения и реабилитации именно в медицинских центрах. Вот, сейчас уже судами республики Хакасия нарабатывается определенный опыт, то есть, всего уже вынесено 31 решение о направлении наркозависимых или наркопотребителей на диагностику, одно лицо уже направлено на медицинскую реабилитацию. Мы думаем, что постепенно эта практика у нас разовьется до таких серьезных масштабов, потому что ежегодно к административной ответственности у нас привлекается только в республике около тысячи человек. Поэтому, если процент решений именно в части обязания этих лиц пройти диагностику или реабилитацию будет высоким, я думаю, что и центры в конечном итоге заработают и уже будут пополняться этими лицами. Как предполагается работа этих центров? Это будет своего рода такая форма коммуны, трудовой коммуны. То есть, будут помещаться наркозависимые, наркобольные лица. В определенном помещении, да, на определенную территорию. Да, да, да. И они будут трудиться там, сами, как говорится, себя обеспечивать. Обязательно мы планируем там связь с Русской Православной Церковью. То есть, там у нас уже и на федеральном уровне, и здесь, в республике, у нас уже заключены необходимые соглашения. То есть, работа, в общем, идет в нужном направлении, и все будет в тесном взаимодействии с нашими религиозными конфессиями. Потому что без обращения к Богу очень тяжело человеку самостоятельно уйти от этой проблемы. Но есть какие-то расчеты, связанные с тем, сколько именно будет находиться вот этих центров в конкретном регионе? Вот от чего они будут зависеть? От величины, вот географической величины региона там, от количества проживающих в этом регионе? Видите, эти центры, они не могут быть большими, совсем большими, да. То есть, там будет определенное количество граждан находиться, да, и, соответственно, они будут в разных населенных пунктах, в сельской местности. То есть, весь смысл в том, чтобы вырвать человека из привычной среды. То есть, если лицо, допустим, проживало в Красноярском крае, то желательно поехать куда-нибудь в другой регион, да. Соответственно, жители республики Хакасия, они должны будут поехать тоже в другой регион, чтобы совсем порвать со своими связями. И там уже познакомиться с другими совершенно людьми, и там проживать с ними. Сейчас много говорится о принудительном лечении наркоманов, но и разные мнения о том, что это нужно, о том, что это не нужно. Вот вы как считаете? Вот можно человека принудительно заставить отказаться от этого образа жизни? Видите, зависимость от употребления наркотиков, она очень высока. Естественно, человеку зачастую не хватает своей силы воли взять и категорически отказаться от употребления наркотиков. И где-то действительно принудительная наша помощь, она необходима для того, чтобы помочь. Вы в республике Человек Новый, ранее работали в Бурятии. Вот как вам Хакасия с точки зрения простого человека? Нравится вам здесь жить? Да, мне все очень нравится. Во-первых, и природа, люди. В целом, атмосфера такая доброжелательности и безопасности. А как работает в Хакасии? Работается коллектив, высокопрофессиональный коллектив, то есть уже слаженный рабочий коллектив, поэтому мне с ними работать легко. Народная артистка Хакасии, живая легенда русского театра, Надежда Богатова отметила свой юбилей и исполнилось 90 лет. Сейчас в трупе нет другого человека, который знает и видел бы так много, как Надежда Георгиевна. На сцене она с 51-го года. Накануне дня рождения мы встретились с актрисой и узнали, остается ли ее жизнь игрой и в чем секрет ее профессии. Этого Надежда Георгиевна ждала давно – вновь оказаться в гримерке и отдать себя в руки мастера. Актриса не может предстать перед публикой некрасивой. После этого выход на сцену, и пусть зал пуст, но как это приятно – почувствовать родные стены. Сколько простора. Здесь надо спектакли грандиозные ставить, чтобы, знаешь, люди бежали посмотреть на зрелище. На абаканской сцене Надежда Георгиевна с 51-го года. Думала, приехала на время, а оказалась на всю жизнь. Здесь она исполнила десятки главных ролей, стала любимицей публики, получила звание заслуженной, а затем народной артистки Хакасии. А главное – встретила свою любовь – актера Николая Кучева. Вместе они прожили счастливую жизнь и не мыслили ее без театра. В эпоху Надежды Георгиевны он менялся не раз. Сначала было старое здание, сейчас это Центр культуры имени Кадышева, а потом построили нынешний театр. Видела актриса и то, как хакасская и русская труппы сначала объединились, а потом снова стали самостоятельными. Много воды утекло с того времени, но ту любовь, с которой зрители приходили на спектакли, не забыть никогда. Понимаешь, у всех какая-то была гордость к тому, что они к искусству стремились. И тогда стремились они, потому что жизнь, когда тяжелую перенесли, они думают, ну вот пойдем, они нас порадуют чем-то, что там. А мы, конечно, должны были радовать людей, уверенность целить в них, что все трудности уйдут. Трудовой стаж актрисы 63 года. Играть на сцене она не может, но имеющаяся сила посвятила делу сохранения памяти о театре. В этой комнате архив, собственноручно собранный Надеждой Георгиевной. Через фотографии, программы и афиши раскрывается вся история театра Хакассии. И пусть сейчас искусство мельпомены не так популярно у масс, как кино и интернет, актриса верит в его будущее. Когда ты смотришь просто картинку, понимаешь, ну там додумываешь, ага, вот это подписано, так, это все. А ты слов и самочувствие человека, который говорит, ты не понимаешь. А тут типа видишь и чувствуешь его отношение, его желание, о чем он говорит, для чего он говорит. Театр никогда не умрет. На этих кадрах чествование актрисы, которая происходила еще в старом здании театра. Тогда она и предположить не могла, что будет отмечать 90-летний юбилей, да еще на родной сцене. Празднование пройдет в узком кругу, будут только коллеги и деятели культуры. И пусть в этот вечер не будет сыграна роль, Надежда Георгиевна душой всегда остается со своим зрителем. Наш выпуск подошел к концу, я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok